Воскресенье для многих орловчан прошло по знакам Троицы, как следует погрузиться в праздничную атмосферу. Сможно было в Катуневском районе. Здесь 14-й раз по счету прошел фольклорный праздник. Троица без березки, как Новый год без елки. Сотни венков, атрибуты, убранства и обереги. Сами же деревья расцвели. Каждая лента с желания. Повязал на Троицу обязательно сбудется. Я тоже завязал на всякий случай. Чтобы процветала Орловская область. У меня другого желания нет. Русские традиции надо соблюдать, иначе мы рискуем утерять вообще эти традиции. Хозяева стилизованных подворьев в это время привлекали гостей музыкой, песнями и обилием всевозможных язв. В общей сложности, если вес перевести, около 100 килограмм. Сегодня хлебобудочные гостиники привезли на сегодняшний праздник. Душевный праздник у всех. Это очень хорошо. Но самое важное, что здесь много детей. Здесь все приехали семьями для того, чтобы отпразднить этот праздник. Праздничная поляна стала тесной через полчаса после начала. Пример почти стопроцентной явки демонстрировало правительство региона. Праздник, особенно такие, должен быть обязательно место в жизни. Тот, кто хорошо работает, тоже хорошо отдыхает. Сегодня, мне кажется, даже людей здесь находится намного больше, чем в прошлом году. Болховчане приехали на праздник со своим самоваром, 30-ти медальным, на дровах. Когда-то атрибут купеческого дома, ныне музейный экспонат, трудился без передышки, разливая чай из разнотравья. Попробовать надо. Просто попробовать чай. Вы почувствуете разницу. Хорошо заваренный чай, он очень долго держит тепло. Мы его прокипятили два часа назад, а до него прокоснуться невозможно. За чаем никто не засиживался. По соседству гремели сабли и доспехи. А чуть дальше искусники зазывали на мастер-классы. Праздник хожу, собираю, потом запариваю на белый, тогда только начинаю плесть. Обдираю пинцетом, каждый хоростин, тогда начинаю плесть. У нас были ободочки берестяны, их разобрали. Сейчас ни одного нет. Потому что одевает ободочки, головная боль сходит. Губернатор, явно впечатленный и увиденным, сделал ответный ход. Как малый бизнес и средний бизнес, мы поддерживаем промыслы, нам поддерживаем вдвойне. Почему? Потому что это, во-первых, воспитание молодого поколения. Будем давать гранты, будем проводить конкурсы. Тему сохранения истории поднял и Юрий Батурин. Новые проекты актера, театра и кино связаны с «Орлом». Мы сейчас здесь снимаем документальный фильм о Курско-Орловской дуге, непосредственно в городе Орле самом. Что здесь происходило, мы будем снимать по местам боевой славы. Мы подумываем о том, чтобы на уровне администрации области запустить проект под названием «Малый Орел». Это будет кинофестиваль короткометражных художественных фильмов. Пока одни гости не сводили глаз и фотоаппаратов с российской знаменитости, вниманием других завладело действо на главной сцене. Коллективы из Украины и Белоруссии сделали праздник международным. Прошло более трех часов, но праздничное настроение собравшихся не покидало. Тем более, что для селян этот праздник главный перед началом уборочной страды.